Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Саргалана Антонова за режиссёрским пультом Марии Новгородова и Ольга Степанова. 130 лет исполнилось на днях старейшему на Дальнем Востоке Государственному Академическому Русскому Драматическому Театру имени Пушкина. Своё летоисчисление театр ведёт с 1891 года, с момента официального утверждения устава кружка любителей музыки и литературы. Сегодня он представляет театральное искусство Якутии на российских площадках и фестивалях, работает над новыми проектами, ежесезонно выпускает ряд спектаклей, которые неизменно становятся яркими событиями в культурной жизни Якутии. Итак, как прошёл 130-й сезон для театра, закрытие которого прошло в эти выходные? Какие новые спектакли появились в репертуаре? Что порадовало, а что осталось незавершённым? И каково артистам работать в период ограничений? Ответы на эти и другие вопросы мы получим сегодня у наших собеседников. Итак, это художественный руководитель, директор Государственного Академического Русского Драматического Театра имени Пушкина, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Александр Александрович Лобанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Алла Бузмакова. Здравствуйте. Здравствуйте. И заслуженный артист Республики Влачеслав Мичурин. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и также кто нас смотрит. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, как мы говорили, в этом году 130 сезон. Ну, какие эмоции и ощущения у вас и у вашего коллектива? Начнем с вас, Александр Александрович. Ну, эмоции, это вы можете, в принципе, буквально вот два дня у нас были последние отмечены, это вот 19-20, это дни премьеры. Это как раз все в рамках 130-летия. И мало того, на самом деле эти же два дня, это фактически и были. Мы праздновали именно наш 130-й театральный сезон, 130 лет театру, как вы уже сказали выше. Эмоции, да эмоции переполняют люди по обе стороны, что со зрительного зала, что на сценической площадке. Безусловно, он был очень сложный, он был с новыми, как говорится, мы жили по новым правилам, каким-то новыми условиями, новыми требованиями. Конечно, это шлиф от 2020 года, потому что все-таки эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в работу театра. Мы непременно об этом поговорим. Самое главное, то что мы все равно при всей этой сложности ситуации, на самом деле для всего мира, не говоря уже конкретно о нашем театре, смогли выстоять, смогли продолжить работу, встречаться со зрителем. И самое главное, то что по отрасли в целом, несмотря на все вот эти вот беды, которые у нас обрушились, все-таки очень много положительных результатов. В частности, это и наши премьеры, как вы сказали выше. Это новые спектакли, которые уже полюбились зрителями, на которые фактически невозможно достать билеты. Это, опять же, даже последний из премьер, который на самом деле был поставлен по пьесе Виктора Крылова. И этот спектакль ставился 130 лет назад. Еще 130 лет назад, когда... Это очень интересно, можно сказать. Это уникальный факт. Ну, фактически, да. Просто все спрашивают, почему этот материал. Так вот, я объясняю. 130 лет назад, летом 1890 году, даже больше уже, да, был приезд иркутского генерала-губернатора Александра Горимыкина, и был показан, представлен вот этот спектакль. Тогда еще театра не было, как такового официального. Вот. И пораженным тем, что есть своя жизнь культурная, театральная, насыщенная в Якутске, было уже подано прошение, после чего уже фактически вот как раз Горимыкин содействовал тому, что появился здесь театр. Тогда еще любительский сначала, но затем это уже все с историческими перипетиями, со всей этой историей уже в конечном итоге это все превратилось в Государственном академическом русском драматическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Это если вкратце. А так, я думаю, то, что мои коллеги, они много чего могут уже рассказать, потому что я все-таки представляю больше сейчас организационную, административную работу, руководящую, как уже сказали выше. Это сразу же по двум направлениям, конечно же, это как директор и как художественный руководитель. Но, слава богу, по результатам все-таки хочется, конечно, бальзам на душу какой-то такой понимать, что действительно работа, она у нас не стоит на месте. Мы делаем и двигаемся, самое главное, в нужном направлении. Вот. И все наши новые спектакли, они становятся действительно достоянием нашей культуры, нашей республики, есть интерес, причем интерес, мы стараемся работать, чтобы репертуар нашего театра, он был, знаете, как в ресторане, в меню, на все вкусы. Вот. И самое главное, то, что у нас есть действительно очень хороший коллектив, который все время чего-то делает, чему-то учится, идет вперед, не стоит на месте. Это тоже отмечается зрителями, но, естественно, это отмечается. И кассой, это зрительский интерес, он все-таки дает свои плоды, а в наше нелегкое время, это, знаете, очень, как сказал бы в свое время предыдущий директор нашего театра, Иван Иванович Подониц, на самом деле наш наставник, учитель где-то даже, это вот именно дорогого стоит. Вот, если вкратце. Теперь я все-таки к артистам хотела бы обратиться, да. Как вот для вас прошел этот 130-й юбилейный, можно сказать, театральный сезон? Я знаю, что вам пришлось работать и репетировать, кстати, в период ограничений, да. Я слышала, что были репетиции и с помощью платформы Zoom, да, и с помощью WhatsApp вы общались между собой, репетировали. Вот расскажите, как прошел сезон для вас? — Нам так хотелось снова выйти на работу, чтобы мы готовы были хоть как репетировать, и мы действительно встречались онлайн, читали много, обсуждали. В перерывах мы успевали делать аудиосказки. К сожалению, сейчас пока в связи с тем, что плотный график был по выходу в театр, мы оставили немножко этот проект, но мы обязательно к нему вернемся, потому что это мое такое детище, к которому я шла, и которое мне хочется, чтобы обязательно продолжалось. И как только нам позволили выйти, и мы прям окунулись с головой вот стопроцентно в работу, мы практически не выходили из театра, и в результате появились очень интересные премьеры в этом сезоне, в которых и я поучаствовала и как актриса, и как хореограф. И вообще этот сезон дал мне такой, знаете, рост. Казалось бы, что я уже определенный такой период отработала в театре, уже есть какая-то платформа у меня. Но этот сезон действительно дал мне много вдохновения, сил, и самое главное, веры в меня, окружающих людей. Хорошо, Владислав, ваше мнение. Вы понимаете, вот такая вещь, да, я немножко так уже как бы 50 лет, да, как бы и впервые столкнулся вот с этой платформой. Как это, вот как можно, как можно репетировать? А оказывается, это интересно. То есть можно увидеться с режиссером, можно увидеться с хореографом, можно какие-то обсудить, даже вот можно начать просто период. Застольный. Застольный, да. Можно вот так вот с помощью платформы. Ну и возможности. Это новые какие-то возможности, и это даже интересно стало. А как? А можно же? А ведь можно же даже и стихи рассказывать, и со зрителями общаться. Потому что очень часто приходят вопросы, пока мы сидели, как у вас театр, как вы там живете. А оказывается, это можно. И самое, вот что для меня было в этом году, что, понимаете, я смог прикоснуться, вот спектакль, да, у нас получается, я смог прикоснуться к истории. А как, как вот сорванец? Это же 130 лет назад, то есть играли сорванецы. То есть вот, ну, еще театра не было. Ну, это какое-то трепетное отношение, что ты вот причастен вот к этой истории, с чего начинался театр, и ты в этом спектакле участвуешь. И самое главное, то, что 130 лет, они, вот что они, вот пьеса, она актуальна и тогда была, она актуальна и сейчас. И сейчас, да, абсолютно. Это вот классический такой русский вотевиль, по большому счету. И это даже по зрителям видно. Я понимаю, что это просто сейчас решение было, оно более современное, более приближенное к зрителям. Ну, потому что у каждого свое поколение. А это поколение приняло. То есть новое современное поколение приняло, и это здорово. Просто я рад, что я был причастен к этой истории. Ну, еще одно произведение, которое тоже было написано 150 лет назад, да, по произведению Островского. Спектакль был поставлен в этом году. Немножко о нем расскажем, да. «Не все коту масленица». «Не все коту масленица». Все верно, да. Тоже у нас. Вы знаете, вот у нас все спектакли, которые выпускались, а мы... Я вот сейчас-то так раз, оказывается, у нас только спектаклей вышло. Да. У нас вышел «Не знай-ка путешественник», да, а потом я буду ждать, даже если не придете. «Не все коту масленица». Наш, скажем так, наш долг перед зрителем — это запасной аэродром, который мы должны были выпустить еще к 75-летию. Кстати, получился очень серьезный спектакль. Понятно то, что это постановочная команда во главе с Андреем Сайчем, Борисом. Да, мы подробнее поговорим об этом. Здесь по-другому не могло быть, но самое главное в том, что мы смогли все-таки передать то, что изначально какая задумка у нас была, она все-таки зрителям была принята. И мы смогли передать именно то настроение, то ощущение, и самое главное, ту тематику поднятия, о которой не принято говорить. Была идея действительно взять и... Ну, это на самом деле... Мне все хочется сразу же рассказать просто. Все началось с двух берегов Победы. Это история Алсиба, это перегоночная трасса, это трасса, по которой перегонялись с Америки всевозможная техника, самолеты, оборудование и так далее. И это как бы одна тема, один вопрос. Мы показали его, сделали на 70-летие Победы. Был воспринят на ура абсолютно. Причем этот спектакль, он встречается везде на ура, где бы мы ни были. И потом была бы все-таки история рассказать изнанку Великой Отечественной. То есть то, что не только на передовой люди хотели именно к стремлению Победы, делали все для этого. Но был и тыл, и причем тыл разный. В том числе это и история Дальстроя. Да, это ГУЛАГ, это то, что даже люди, находясь в лагерях, они все равно думали, что нужно победить, нужно выиграть. И вот это вот все у нас в конечном итоге сложилось. Мы выпустили спектакль «Запасной аэродром», и у нас получилась уже своего рода дилогия такая именно о периоде Великой Отечественной войны. Мы постараемся дальше, конечно, этот материал продвигать. И я думаю, то, что в ближайшее время полностью вот именно вот эти два спектакля, они будут выдвигаться уже на какой-то... на один из фестивалей, пока как бы не буду говорить, но уже точно. У нас должны приехать будут критики осенью. Вот. Ну и, естественно, «Сорванец» — это уже тот спектакль, о котором мы уже говорили. О «Сорванце» мы поговорим после небольшой паузы. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь там. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о том, как прошел 130-й сезон для коллектива Государственного Академического Русского Драматического Театра имени Пушкина. Что порадовало, а что осталось незавершенным. Какая роль для артиста самая лучшая и каково работать в период ограничений. Ответы на эти и другие вопросы дадут сегодня гости нашей студии. Это руководство и артисты Государственного Академического Русского Драматического Театра имени Пушкина. Александр Александрович Лобанов, я напомню, Алла Бузмакова и Владислав Мичурин. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, сегодня 22 июня. Это день памяти и скорби. И в этот день мы вспоминаем о защитниках нашего Отечества. О тех, кто не вернулся с боев против немецко-фашистских захватчиков. И, конечно, поэтому логичным будет продолжить наш рассказ о спектакле, посвященном героической теме Великой Отечественной войны. Это запасной аэродром. Проект, над которым работал тандем, работали два мэтра. Это Владимир Федоров и Андрей Борисов. Ну, знаете, нам, безусловно, приятно очень именно работать с этим тандемом, который исторически у нас сложился довольно-таки уже давно. У нас несколько спектаклей именно с этой постановочной командой, с этим драматургом. Действительно, последний спектакль, или, как Брита говорит, крайний спектакль именно этой команды, он получился. И это видно и по комментариям зрительским, это и по отзывам, да и по полным, просто по ощущениям личным, то, что сложилось, то, что все-таки, то, что мы хотели донести, донесли до зрителя. Актеры тоже, вот они имеют какое-то свое такое ощущение послевкусия после этой работы, да. И именно результаты уже примерного показа на зрителя, что да, это нужно было, это мы идем верной дорогой. Правильное решение, чтобы взять именно этот материал. Да, он не совсем в прямую о героизме, да, на передовой, допустим, да, о боях и так далее. Это все равно, эта история, именно, вот, наверное, все-таки правильно было эти страницы истории открыть, достать. И рассказать о них, потому что страна у нас огромная, история у нас еще больше, вот. И нужно все-таки не передергивать, как у нас это сейчас принято в большинстве стран, да. Я думаю, то, что именно вот сохранить вот эти вот исторические хронологии, да, вот все полностью, этих событий, да, это сейчас наша обязанность, тем более перед нашими детьми, перед будущим поколением. Я думаю, то, что, ну, вот как раз ребята у меня, они как раз работали в этом спектакле, они могут сами о своих ощущениях рассказать, чтобы... Владислав, вот какую роль вы исполняли в спектакле? Я вот, наверное, скажу для себя одну роль «Два берега, одной победы», где я сыграл генерала Вершинина. Это, конечно, очень... Я про него очень много, во-первых, почитал. Это очень отважный человек, вот, он воевал на юге, замечательно, там Покрышкин знаменитый, как раз у него в подчинении был. Ну, там очень много героев было. Вот. Но я хочу еще сказать другое. У меня всегда к 9 мая всегда трепетные отношения. По одной простой причине, что у меня дедушка, бабушка, как и у многих у нас, ну, защищали нашу родину, они воевали на войне и познакомились там. Вот, что самая интересная у них история, на Донской переправе они познакомились. Вот, дед был у меня военврачом, ну, лечил раненых, а бабушка с санитаркой, вот они познакомились. И вот, соответственно, получилось, что я... Получилась военная семья. Такая своеобразная военная семья. Я всегда, у меня трепетные отношения, я всегда с детства хотел, думаю, вот я вырасту, я буду защищать нашу родину. Я смотрел все военные фильмы, хотел учить немецкий язык. Я даже протестовал в школе, что мы учим английский, а не немецкий, чтобы защищать. Ну, вот такое было. Я слышала, кстати, что вы хотели в детстве быть военным. Да вот, я с детства мечтал, я даже с уроков сбегал, если где-то идет премьера военного фильма, чтобы его посмотреть. Меня за это, конечно, ремнем вот так вот попадало, то есть по-настоящему. Вот, и хотел поступить в Суворовское училище, но мама тогда не знала, что я действительно хочу. Потом в Нахимовское, но не получилось тоже. Вот, и в итоге жизнь так распорядилась, что я отслужил в армию, я честно пошел к военкому, сказал, если вы меня сейчас не заберете в армию, то вы меня больше не найдете. Через три дня я уже был в армии. Так что все нормально. Вот, честно, отслужил два года. Я спасибо, хочу сказать, армия действительно для настоящего мужчины, армия нужна. Вот, и думаю, ну все, хорошо, отрядовой я есть, но что же дальше. И вот так получилось, что я стал актером. А теперь не то что рядовой, отрядового до генералиссимуса. Последняя роль была у меня Сталина. Так что мечты сбываются. По крайней мере, если не в жизни, то на сцене вы смогли не поплатить свою мечту. И самое интересное, что у нас вот концерт Дню Победы, да, он уже третий год у нас, по-моему. От героев былых времен, тоже очень интересный проект, да. И там у меня, когда я пою песню, у меня идут мои бабушка и дедушка. Фотографии. Фотографии. И там тоже люди, которые воевали вместе там на фотографиях. И я когда отослал вот это вот, у меня родственники в Беларуси живут, то есть деда, сестра. Она причем была под немцами, да. Там вся деревня, где они жили, они там все под могилем. Они там все плакали, они когда все смотрели, плакали, чуть ли не стоя стояли. И пришло такое спасибо прямо вот на благодарность сказать всем ребятам, всем, кто вот такую память держит, поддерживает память о нашей победе в Великой Отечественной войне. Ну давайте два слова, кстати, скажем о проекте от героев былых времен. Что это за проект? Вообще, как появилась мысль его сделать? Мысль, на самом деле, она возникла-то давно. Просто нужно было время для того, чтобы ее осуществить. Созреть, может, тогда подготовиться? На самом деле, хотя, может быть, где-то вы и верно говорите, что созреть. И к тому времени, когда у нас труппа была готова, именно созрела, мы решили начинать делать именно музыкальные проекты. То есть уже как-то не под фонограмму где-то что-то, как-то, да, а петь вживую, исполнять вживую, играть на музыкальных инструментах вживую. Это сразу же откликнулось, такое же событие, именно такие проекты, на интересе зрителей, что мы потом и продолжили. И изначально от героев былых времен планировался такой датный на сегодня, на сейчас проект, сделать такой музыкальный, ну, скажем так, концерт своими силами, чтобы помимо спектаклей, а у нас к тому времени уже был как раз спектакль «Два берега, одной победы», ну и, скажем так, знаете, у нас всегда проблемы есть с финансами. И вот как бы вроде из того, что есть, что-то сделать. И получилось, мы раз сыграли, два сыграли, три сыграли, и пошло-поехало. Конечно, там где-то у нас всё время что-то мы доделаем, что-то дорабатываем, что-то меняем. Но в целом программа, она изначально, как она была сделана, она так и сохраняется. Как раз Алла Витальевна у нас впрямую приняла в нём участие как хореограф. Это у неё как раз один из первых проектов такого плана был. Это сейчас мы уже её начинаем эксплуатировать максимально. Ну, фактически, да. Ну, на самом деле у нас Алла Витальевна, она все спектакли, где есть хореография, какие-то, скажем так, номера, она полностью их как раз и тянет за собой, она за ними присматривает, она их содержит в том состоянии, чтобы всё было чётко сделано. Именно профессионально, не зря так, видать, на флюдах где-то там возникло. Как раз эта работа Аллы Витальевны, она этим занимается уже не первый год, а вот именно постановочный проект, это вот начало было именно на героев былых времён. Я хочу сказать то, что, конечно же, очень тяжёлое это бремя, я объясню почему, нам помнить, чтить. Потому что, к сожалению, сейчас очень много либерально настроенных передёргиваний по части истории. И, ну, вы знаете то, что, оказывается, войну выиграл не Советский Союз, а Соединённые Штаты вместе с союзниками, да, ну и так далее. То есть полное вот это вот искажение исторических фактов, это, конечно же, безумие какое-то сейчас творится. И вот я почему говорю, это тяжёлое бремя, почему у нас и мы стараемся сейчас брать в репертуар именно тематику такую, связанную с Великой Отечественной войной, да. Ну, слава богу, у нас это удаётся. И самое главное, то, что после увиденного на сцене зрители идут и копаются в исторических справках, да, в архивах, пытаются узнать намного больше о той теме, которую мы берём. Значит, мы их делаем всё верно. Вот вы говорите, два берега одной победы, запасной аэродром — это уже диалоги. А будет ли трилогия? Мы можем немножко заглянуть в будущее? Мне все задают вопрос. На самом деле, есть у меня уже, как бы, небольшой такой задел, честно скажем. Есть. Я вот же даже вот с Ладом тоже мы делились, когда общались. Есть задумка действительно сделать трилогию. И, слава богу, у нас постановочная команда тоже вроде настроена, ещё есть и силы. И всё я имею сейчас в виду и про драматурга, и про Андрея Борисова, всё. Я думаю, всё у нас получится. Хорошо. А сейчас мы попросим, наверное, нашу прекрасную половину Аллу прочитать нам стихотворение, поскольку мы говорили всё-таки о военной теме. И для вас она тоже близка. Да, близка я, как преподаватель сценической речи, делаю какие-то вечера со своими студентами. И вот одно из таких стихотворений, которые мы делали с ребятами, я прочту. Воробьёв — атака. А он на бруствере окопа ловил кузнечика в ладонь. Не представляла вся Европа, как мог выдерживать огонь и выносить снега со стужей простой советский паренёк. Его в окопе танк утюжил. Он уцелел, и танк поджёг. Казалось, всё. Остался пепел. Жар пепла выдержать нельзя. Из пепла встал. Врагам ответил. За ним в атаку шли друзья. Пощады подлым нет фашистам. За слёзы братьев и сестёр. За то, что дом у речки чистой был ими превращён в костёр. За то, что нагло, сапогами, враг землю русскую топтал. Мстил паренёк. А меж боями ромашку каской прикрывал. Тогда вокруг аллели маки, где он кузнечиков ловил. Возле Днепра. Погиб в атаке. За то, что родину любил. Простите. Очень трогательное стихотворение. Алла, вот мы говорили о том, что эта тема для вас тоже близка. Военная тема. Были у вас роли, связанные с... Да, у меня были роли, но так интересно сложилось, что эти роли в этих военных спектаклях у меня связаны с акцентом. Я играю американскую журналистку Сони Райт в «Двух берегах одной победы». А в этом спектакле в аэродроме, да, я играю тоже с акцентом, я играю литовскую девушку Аудру Гринювене. Хорошо, об этом мы поговорим уже в третьей части нашей программы. Не перелегчайте, спереди вас ждет небольшая пауза. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о том, как прошел 130-й сезон для коллектива Государственного академического русского дноматического театра имени Пушкина. Что порадовало, а что осталось незавершенным. Какая роль для артиста самая лучшая и каково работать в период ограничений. На эти и другие вопросы сегодня отвечают гости нашей студии. Это руководство и артисты театра имени Пушкина Александр Александрович Лобанов, Алла Бузмакова и Владислав Мичури. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Итак, мы начинали говорить о ролях, сыгранных Аллой. То, что связано именно с военной тематикой. Вы сказали о том, что роли связаны были с акцентом. Да, да, как-то так выпадает, что я играю именно каких-то иностранных дев. Это интересно. Интересно попробовать что-то, ну, внести такую характерность, чтобы действительно зритель поверил в то, что ты не здешняя, что у тебя есть какой-то шлейф оттуда, откуда-то, из Америки, где я играю Сони Райт. Кстати, Сони Райт, она такая достаточно просто, потому что далась мне просто. Почему? Потому что как-то у меня давно это засело, что хочется мне сыграть вот что-то такое, именно с таким акцентом. И я пробовала где-то там у себя в гримёрке. А вот сейчас, когда это была Аудра Грюни и Вени, в запасном аэродроме, вот здесь было сложновато совместить и акцент, и саму драматическую роль, да, передать это всё. Спасибо Андрею Савичу за то, что верит. Спасибо Анастасу Александровичу за то, что верит в меня и даёт такую возможность. — Алла, я знаю, что вы очень творческий человек, вы ещё являетесь автором такого проекта, как «Аудиосказки». Вот на каком этапе сейчас этот проект, сколько уже сказок записано, продолжите ли вы в дальнейшем эту работу? — Да, давно я думала над этим проектом, и только я не знала, как же его воплотить. Но когда вот случилась эта пандемия, и мы все засели дома, и было ужасно... — Нужно было что-то придумывать, и нужно было чем-то заниматься. — Да, было странно, ничего не делать. — Это новые правила, новые условия. Вот мы и старались что-то придумать, чем заняться дальше, что в этот период делать. И вот как раз этот проект, он в это время и был к месту. И довольно-таки удачный. — И ребята были в тонусе, то есть мы были в тренинге. — Да, это работа была для всех, потому что, естественно, это не только Алла Витальевна там села и вот давай там рисовать там или что-то. Нет, это и дети рисовали, это и озвучивали актеры в том роли. Наши звукооператоры помогали там собрать это все, это и контентщики, все-все-все-все-все. И в итоге есть результат. Есть вот эти вот... — И результат можно увидеть где? На платформе Ютуб? — Да, на Ютубе у нас на нашем сайте есть ссылки на эти сказки. Но в Загашнике у нас много уже. — Сколько сказок записали уже? — Сказок. Мы порядка десяти сказок сделали уже. Но визуализация вот здесь вот у нас есть небольшая такая... — В общем, процесс именно собрать. Ну, все в работе, мы не останавливаемся, мы продолжаем. Я думаю, что этот проект, он еще будет только развиваться и, как говорится, появятся новые работы. — Потому что актерам очень интересно себя проявлять в разных ипостасях. Ну, в сказке же можно быть совершенно разным, да? Меня порой настолько удивляли ребята, что... Да, я делаю там распределение, что вот этот, вот этот, вот это, как мне кажется, что должно получиться. И вдруг в результате я получаю даже больше, чем я ждала. Это здорово. И, ну, конечно, спасибо Сан Сануевичу, который поддержал меня. — Даже во всех каких-то плохих вещах есть плюсы. Всегда можно найти положительные какие-то вещи, благодаря которым вот рождаются подобные проекты. — Алла, а вот такой еще вопрос. Не сложно ли быть хореографом? — Очень сложно. И очень ответственно. И каждый раз я с большим страхом приступаю, потому что, ну, одно дело ты сделал один проект. Думаешь, выдохнуло, я сделала все, что смогла. Я вложила всю себя. А потом, когда выходит... — Научить танцевать людей. — Да, и это... — Насколько это сложно? — Это очень сложно. Ну, в том плане, что разная стилистика. — Разная база у всех. — Да. — Конечно... — Но, тем не менее, все же танцуют у вас. — Еще и поют. — Все танцуют. — Ну, актеры — это же такие вот универсальные люди. — Это пластилин, по большому счету. — Да. — И там, где мы не дотанцуем, там мы доиграем. — А доиграем хорошо. — Умеем. — Умеем. — Диплом. — Алла Витальевна, это, наверное, классно. — Дипломированный специалист. — И вот спектакль, где хореография, можно сказать, воплотилась, наверное, в самой большой степени, я буду очень ждать. — Я буду ждать. — Ждать, даже если вы не придете. — Этот проект у нас возник, на самом-то деле, он готовился два с половиной года к тому, чтобы... А осуществили мы его за сколько, за две недели, за три? — За три. — За три недели. Это буквально нам дали команду то, что да, вы можете работать на новогодний период. А для актера не работать... Для нас это, знаете, новогодние все эти праздники, это, грубо говоря, это как семакосы. Вот. Нельзя не работать. И мы буквально в сжатые сроки максимально собираем, аккумулируем все свои средства, все, что можно, как, честно говоря, людские, да, как и материальные. Вот. И собираем, делаем спектакль «Я буду ждать», где Алла Витальевна, в частности, тоже выступила хореографом. Это для нее, на самом деле, уже большая работа, которая, надо сказать, получилась и получилась с блеском. Это было отмечено всеми, не только зрителями, но и профессионалами. И это один из тех спектаклей, который сейчас идет с большим успехом, пользуется зрительской аудиторией большим интересом. Вот. И я думаю, что это один из тех проектов, которые действительно дали определенный какой-то новый толчок для развития, для расширения, скажем так, спектра вот именно по репертуару нашего театра. Я думаю, то, что мы будем пользоваться просто как учебным пособием и дальше развивать именно это направление. Владислав, я знаю, что вы почти уже 30 лет на сцене. Вот какое количество ролей вам удалось сыграть за это время? У вас были театральные, кинороли, я знаю. Ну, ой. Я так себе всегда говорю, самую лучшую роль я еще не сыграл, она еще впереди. Ту, которую я не знаю, которая еще предстоит. А ролей, ну, я, наверное, сейчас тяжело так сказать, потому что каждая роль по-своему очень дорогая. Неважно даже, ты играешь в сказке или ты играешь большую роль или даже маленькую, ты выходишь на сцену. И самая хорошая, может быть, та роль, когда тебя зритель действительно принял и поверил тебе. Вот ты выходишь к зрителям, да, и тебе верят, и тебе после этого даже говорят, зрители даже пишут, потому что уже многие знают, куда обращаться, куда написать. Только ничего не скроешь в нашем городе, да. Опять же. Вот, пишут и благодарят, и тогда ты понимаешь, что ты не зря это сделал, не зря вообще сыграл, не зря выходишь на сцену. В наше время как? А имеешь ли ты право выйти на сцену? Оказывается, ты имеешь право выйти на сцену, потому что ты можешь до кого-то что-то донести, сказать, что-то показать, даже показать, как надо жить порой. И говорят после этого, и говорят даже многие спасибо. А вы знаете, как это приятно. Это огромная работа для актера, когда он выходит наполненный, уже готовый с ролью. Без разницы, какая она большая, а маленькая. Если он наполненный, если он ее делает с удовольствием, то, соответственно, и реакция зрительская, она не составит себя долго ждать. Самое вот такое вот последнее, из последних, так скажу, вот у вас, наверное, как раз генерала Чуйкова сыграл. Было очень приятно, я честно скажу, прямо неожиданно сыграть такой интересный проект в Рассметане. Поэтому... Я слышал, что у вас раньше было, как вы сказали, две проблемы в одном интервью, как-то упомянули. Это узнать, что там за кулисами, и узнать, что там за алтарем. Вы получили ответы на эти вопросы на сегодня? — Да. Да, но за алтарем у меня всегда остается тайна все равно. Хотя я сыграл... — Не единожды. — Не единожды священником был. — Высокого сана. — Высокого сана, да. И даже я знаю теперь, что такое постриг, потому что... — Путь святителя «Алмазный крест», да, это как раз... — Это очень серьезная работа, кстати, были. Это на самом деле очень серьезная. — А святителя не найдете спектакль. — Была такая ответственность, что... — Это как раз мы когда ездили, были дни культуры в Москве, и мы представляли этот спектакль, а там было занято порядка четырех коллективов в одном спектакле. И потом мы еще по приезду здесь тоже сделали несколько показов. Но, к сожалению, потому что вот именно много коллектива занято, не всегда это возможно сделать. Но действительно это была очень серьезная и грандиозная работа для нас, для обоих. — Александр Александрович, я знаю, что вы не только исполняете роли на сцене, но и являетесь директором. Не сложно ли совмещать вот как бы две, можно сказать, разные ипостаси? — Сложно, сложно. И на самом деле это сложно. Это и на моей семье, конечно же, отголосками такими отзывается, потому что нужно это все выдержать, потому что я действительно... Где-то, может быть, меня слишком много, и слишком много вне дома. Вот. Но сложно. А потом еще ты понимаешь то, что за мной коллектив, это и их семьи, это и коллектив, он все-таки непростой. Правильно 130 лет, как мы существуем, и это большая ответственность, это академический театр, это театр, который довольно-таки на высоком уровне находится, и любим зрителям, и самое главное, поддерживается нашим руководством. Он буквально наша премьера, и это празднование 130-летия, оно показывает то, что наше руководство, как никакое другое, заинтересовано в отрасли культуры. Она помогает всегда. Она всегда поддерживает максимально, насколько это возможно. Это не везде есть, не у всех. И это радует, это вносит какие-то такие вот надежды, что все у нас получится впереди, и все у нас будет. Я думаю, то, что все новые проекты, которые мы запланируем, они все-таки будут осуществляться, и больше в положительную сторону. Но хочется в это верить, что все как-то правильно мы делаем. Ну, сегодня мы еще не успели сказать о проекте кино, о спектакле, который у вас реализуется, о детских действительно постановках. У нас очень мало времени, к сожалению, поэтому, конечно же, наша программа завершается. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли, рассказали нам о том, как прошел для вас этот сезон, творческих успехов вам, притворения в жизни. Спасибо вам. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня» ее подготовила и провела редактор Сергеевна Антонова. Всего вам самого доброго. До свидания.